Приветик! Как дела? Извиняюсь за освещение. У нас всего лишь 12 часов дня, но я не знаю, почему так темно. В последнюю неделю был дождь каждый день, и перед этим было очень-очень жарко, и теперь у нас тоже сегодня у нас хамсин. Знаете, что такое хамсин? Это по-арабски. Это значит 50, но это значит, что у нас очень высокая температура, и поэтому такое освещение, потому что было холодно, а теперь очень жарко. Сегодня я буду снимать TMI-тег. Это too much information, и... кто-то ко мне звонит. Но мы ей не ответим. Это моя подружка Ставик. Первый вопросик. Что на мне одето? На мне одет такой топ из Zara и штаны из Topshop. Был ли ты влюблен? Да. Я влюблена в этот момент. Было ли когда-нибудь ужасное расставание? Я думаю, что нет. Я думаю, что все романтические связи свои я закончила в мире, так скажем. Твой рост? Метр 72. Твой вес? Я каждый месяц или 5 килограмм больше, или 5 килограмм меньше. У меня никогда нету одного роста. Это зависит от погоды, настроения. От того, как много меня ведут рестораны, и от того, как много у меня уроков, и как мало я двигаюсь. Нет, шутка. Есть ли татуировки? У меня 6 татуировок. Пирсинги? Сейчас у меня нет ничего, но у меня было очень много. Моя любимая звездная пара? Окей. Все вопросы, которые будут тут о Голливуде и сериалах и все такое, ко мне не имеют никакое отношение. Я не смотрю телевизор с 17 лет. Я смотрю иногда передачи и всякие реалити, которые мои друзья смотрят, и я хочу знать, о чем они разговаривают. Я смотрю тут одну серию том, там одну серию я знаю, про что происходит, но я не люблю делать все эти вещи. Я еще не люблю играть в игры компьютерские, и на этом есть причина, да, и эту причину вы узнаете, когда тут будет вопрос, который ответит на эту причину. Моя любимая сериал? Пожалуйста. Моя любимая группа? Arctic Monkeys. Кто-нибудь, по кому ты скучаешь? По моей любимой мамочке? Всегда, каждый день. Моя любимая песня? Секунду. Сколько мне лет? 25. Знак зодиака. Весы. Черты характера, которые ты ищешь в людях. Мудрость, альтруизм, уважение к людям, и, конечно же, к взрослым, и не только к взрослым. Те люди, которые говорят, ты никто и ничто. Я не понимаю этого предложения. Как можно сказать человеку, ты ничто и ты никто? Кажется, человек из себя что-то представляет. И тот человек, который может кому-то другому сказать, что он ничто, что он половая тряпка или всё такое, то думаю, что это много о нём говорит. Любите других и любите себя. Я вам это уже много раз говорила. И я люблю людей, которые умеют не судить других людей. Каждый человек делает что-то, потому что у него есть багаж. Из-за этого багажа они поступают, как они поступают. Понимаете? Надо задуматься, как быть в ихних туфлях. Вы никогда не ходили в туфлях другого человека, так что вы не можете знать, что у него в багаже. Любимая фраза. Я думаю, что это ничто, фраза, которая говорит... Ну, это не фраза, это из книжки. Но это же и есть фраза. Да. В общем, ты слушал... Я перевожу это с ивритом, мне это так трудно, вы не понимаете. Ты слушал так долго, что мне было сказать, но ты никогда не хотел слушать, о чём я хотела молчать. Что-то такое. Подумайте об этом. Иногда, когда человек молчит, у него есть больше сказать, чем когда он говорит без остановки. В больших случаях тот человек, который сидит, он тихий и он не говорит, он знает в голове себе, что он может сейчас столько много сказать, но он ничего этого не говорит. А другие, которые вокруг, они болтают и болтают и говорят такие тупые вещи, а он ничего не говорит. И думают, что он тупой, у него нечего сказать, но это всё наоборот. Любимый актёр. Ну, мне нету любимого актёра. Любимый цвет. Окей, я люблю чёрные цвета, очень, если это одежда. Если это интерьер, то я люблю белый цвет. У моего друга есть дом белый, это просто уборальчик моего любимого. И это просто так красиво, я его один раз сниму и потом. И ещё я люблю белый и красный вместе, если это интерьер, да. А летом я люблю все такие цвета яркие-яркие-яркие, когда загорелая кожа. Вообще, я люблю каждый цвет. Так же, как я люблю каждого человека, я люблю каждый цвет. В каждом предложении у меня есть послания, люди, так что слушайте внимательно. Громкая или тихая музыка? Тихая музыка вечером. Громкая музыка утром. Куда ты идёшь, когда тебе грустно? Когда мне грустно, я иду к маме в Бершеву. В мою комнату, там, где я росла, и мне там очень хорошо. Или просто пойти в какой-нибудь ресторан. Индам не всегда делает хорошо. И мои самые любимые рестораны, я их обожаю. Они, правда, поднимают мне настроение. И ещё я люблю идти спать, когда я грустная. Или читать книгу. Когда ты читаешь книгу, ты отрываешься от этого мира, и ты тут уже не находишься. Ты находишься в книге. Это то, что я люблю делать. И самая лучшая вещь, которую я люблю делать, когда мне грустно, это обниматься с самым любимым человеком. Или обниматься, неважно с кем. Потому что, когда вы обнимаетесь, то эта энергия приходит к вам, и вы становитесь сильнее. И меньше грустнее. Я знаю, что так не говорят, но... Но я один раз напишу новый язык, вам обещаю. Как долго ты принимаешь душ? Если я просто так принимаю душ, чтобы быть чистой, то 10 минут. А если я принимаю душ, чтобы расслабиться, чтобы расслабить мышцы, расслабить настроение и душу, то я могу принимать душ даже полчаса. С очень-очень горячей водой. Окей, как долго ты собираешься по утрам? 15 минут. Даже меньше. Когда-нибудь дралась? Ну, я знаю, что в восьмом классе я защищала свою подружку и дралась с другой девочкой. Но я не начинала эту драку. И когда я была маленькая, я была очень высокой девочкой. Мой рост остановился когда-то, да. Я была 169 уже в восьмом классе, и всё. И потом только на 3 сантиметра выросла. Но когда я была маленькая, я была очень-очень высокая. У меня мама сказала, что все думали, что... Она говорила, что мне полгода, а все думали, что мне уже 2 года или что-то такое. Я была очень высокая. И когда я была в садике, когда мне было 3 или 4 года, то мальчики маленькие, они дрались со мной. И я всегда говорила маме, я не хочу больше ходить в садик. Со мной дерутся мальчики. Она говорила мне, ну так, возврати им драку или что-то такое. Не делайте это дома. Но вообще так взрослые люди не делают. Но я сказала ей, я не могу им возвратить драку, потому что я большая, а не маленькая. Такая милая я была, когда была маленькая. Что привлекает в людях? Всё, что я сказала, что я ищу в характерах. И мудрость, ум. Если человек не очень умный, то это создаёт очень много проблем. Потому что я не говорю, что умный ещё не ходил в университет, а тот, который не хочет умнее. Который... Вы знаете, что очень трудно понять вещи и расширить свой ум, когда у вас мало ума. Очень трудно понять ситуации. Когда у вас мало ума, когда у людей мало ума, то они смотрят вот так на ситуацию. Когда у них большой ум, то они могут смотреть это с разных точек зрения. И тогда они могут лучше реагировать на эту ситуацию. А когда реагируешь тоже к атаку и думаешь, что есть или только чёрный, или только белый, это большая проблема. И мне очень трудно с этим. Поэтому я всегда хочу знать больше и больше и больше и больше. Потому что я хочу понять. Потому что надо понять. Каждую вещь можно понять. Нет такого, что нельзя понять. Просто это требует много усилий. Я не говорю вам про ум, знать химию или физику на 100%. А просто умение учиться. Умение расширять свой ум. Знать много вещей. Ну да, если вы знаете физику и химию, вещи, которые я ненавижу, то это вам тоже очень поможет, если вы хотите быть моим супругом. Но вообще-то это уже поздно, потому что уже кто-то занял ваше место. Мне нравится в людях. Я не люблю агрессивных людей. Я вообще не знаю. Я не люблю таких людей, которые не могут. Которые взрываются и агрессивны, и кричат на других, и унижают других. Я не могу таких людей переносить. Причина регистрации на YouTube. И самовыражение. Это главная вещь, что толкает меня в этой жизни. Я люблю выражать себя. Не только на YouTube, я уже говорила про это. И я думаю, что это еще один образ поймать другую публику. Потому что я выражаю себя на иврите. И публика меня, которая смотрит на иврите. И у меня есть еще такая опция делать это на русском. Хоть вы видите, как сложно мне это делать. И есть люди, которые не любят, когда я говорю на таком языке русском. Но поверьте мне, это меня не интересует. Что эти люди любят или не любят. Поверьте мне, я стараюсь. И раньше мой русский был намного-намного хуже. Но он справляется. Потому что чем больше ты говоришь, тем лучше он. Но в жизни моей я не говорю на русском. И да, я иногда говорю с мамой на русском. Для этого, чтобы мой русский был лучше. Но мне очень трудно. Я хочу вам сказать еще, почему я снимаю видео так редко сейчас. Потому что у меня очень мало времени. И чтобы снять видео, мне надо столько усилий. Я должна написать, о чем я хочу с вами говорить на иврите. Потому что на русском эти мысли у меня просто не выходят. Я не могу думать сейчас, что я хочу вам объяснить. Сначала думаю на иврите, а потом на русском перевожу это. И поэтому мне надо все выписать на иврите. А потом, когда я перевожу это на русском, это еще мне еще где-то. Это еще забирает у меня где-то 3 часа. Поэтому пока что мне очень мало времени. Я не могу делать вам такие информативные и важные видео. Хоть у меня столько много вам чего рассказать и сказать. Но все пойдет на свои места. Потому что скоро у нас отдых. У нас скоро Песох. У вас скоро Пасха. И все будет отлично. И еще я люблю помогать людям. Я люблю делиться с людьми теми ошибками, которые я раньше делала. Поэтому вещи, которые я сегодня знала, а раньше не знала, я люблю ими делиться. И когда девочки, 13-летние, мне пишут в контакте, «Эдин, у меня есть проблема, помоги мне». Я делаю это с такой любовью, что вы просто не понимаете. Я думаю, что моя жизнь создалась, когда я это делаю. Потому что я знаю, что могу помочь другому человеку. Так что это тоже одна из моих причин в Ютубе. Хоть это так. И не знаю сразу, что так это будет. Но так случилось. И я этому очень рада. Твои страхи. У меня есть страх, что закончится время, что день закончится ранее, чем я думала. Чем я на это рассчитывала. Потому что время у меня бежит, как я не знаю, что. И когда приходит уже, допустим, час ночи, я знаю, что два максимума я должна уже ложиться спать, то у меня происходит просто стресс, атака. Я, вы не знаете, просто я должна делать медитацию, говорить «Эдин, все нормально, завтра новый день». И еще один страх, это что у меня мозги заржавеют, когда я буду ими очень мало пользоваться. Поэтому я пытаюсь ими пользоваться много. Странные страхи. Последняя вещь, заставившая тебя плакать. Я очень мало плачу. Не потому что у меня деревянное сердце, а потому что я очень много плакала в жизни раньше. Поэтому очень трудно, чтобы я заплакала. Но я плакала где-то месяц назад, когда я смотрела фильм очень грустный. Последний раз, когда ты говоришь, что любишь. И говоришь, что любишь каждый день, говорю и не одному человеку. Значение имени на YouTube. Окей, Эдин это мое имя, и Кучи это моя фамилия. Последняя причитанная книга. Все, что касается университета, потому что в последние несколько месяцев я не читала книги, потому что мне хочется читать их. И я читаю, потому что мне надо их читать. Так что я читала книги Гомер. Гомер, думаю, на русском говорят. Ну, этот. Из Греции. У которого Шекспир учился. Сам Шекспир у него учился. Так что, ну не у него, а по ему книгам. Трагедии. Интересно, да. Очень интересно. И самое главное, что если бы я не училась в институте, вряд ли я почитала эти книги. Книга, которую я читаю сейчас. Это называется Изучение нацизма. Потому что у меня есть курс такой в этом семестре. Называется Изучение нацизма. И перед этим курсом надо сделать другой курс. И я не делала этот курс, потому что это не касается моей дисциплины. И... Ну, вы знаете, что такое дисциплина, да? Это как факультет, но потом есть всякие дисциплины в этом факультете. Может, это по-другому говорят. Но я не делала этот курс, поэтому мне надо было читать эту книгу. Этот книг, эту книгу написал мой лектор, Буаз Нойман, я его обожаю, он самый лучший лектор в мире, он просто так любит изучать этот нацизм, он нам рассказывает про его детей, у нас класс где-то 200 человек, если не больше, и вы не обязаны быть на этом классе, потому что 200 человек никто не будет проверять, если вы там находитесь или нет, но все просто приходят, потому что все уважают этого лектора. Он любит то, что он делает, и мы любим слышать то, что он нам рассказывает, потому что он очень умный, милый. Последний сериал, который ты смотрела, мы уже говорили про это, последний человек, с которым говорила, я говорила сегодня с Даниэлем, моя подружка, которая живет со мной, мы вместе были на уроке, мы учимся вместе, и отношения между тобой и человеком, с которым переписывался. Я переписывалась с моим другом Баррель, вы знакомы с ним, если вы смотрели наш влог, когда мы гуляли по телевиву, телевиву, и мы будем еще, я думаю, что завтра я тоже сниму влог, я надеюсь, очень с самого утра до самого ветра я сниму, но посмотрим. И какие между нами отношения? Самая большая любовь в мире. Шучу, нет, не шучу. Любимая еда. Любимая еда. Почему я должна всегда выбрать что-то одно? Почему мне надо выбирать что-то одно? Я люблю очень много вещей. Я люблю морские продукты, я обожаю вот эти вот ракушки, называется по-евриту муль, я не знаю, как называется по-русски, но не ойстер, нет, я не люблю ойстер. Я только один раз кучала его, и я кушала, потому что я такой человек, который не говорит, нет, это я не люблю, уберите это с моей тарелки. Я такой человек, который должен всё попробовать в мире, и я никогда не говорю, фу, какая гадость на еду, я люблю еду, обожаю еду, и я умею кушать еду, поэтому я никогда не скажу, фу, какая гадость, я в жизни это не буду пробовать. Ну, конечно, если жуков, я не хочу пробовать, я знаю, что говорят, что через несколько лет у нас закончится пища, и мы должны будем кушать жуков, нет, спасибо, не в моей тарелке. И я не люблю ойстер, это как пить море. Я обожаю супы, я обожаю сладкую картошку, я обожаю рыбу, я всё обожаю. Есть в моём любимом ресторане, называется Vicky Kristina, Vicky Kristina. Когда я говорю имена, которые со мной знакомы, то я говорю это на иврите как будто бы, потому что на иврите мы не говорим ррр, мы не говорим рэрр. И, в общем, там есть гамбургер такой, называется hamburguesa, это такой, это ресторан испанский, tapas bal такой. Вау, там есть самый вкусный амбургер на свете, он такой маленький, малюсенький, и в нём есть лук, карамельный лук такой, который, ну, знаете, карамельный лук. И он чуть-чуть, ну, он сладкий, просто божественный. Я люблю кушать всё, нельзя сказать одним словом, что могу кушать. Почему? Или-или, если можно, и это, и это. Место, которое я хочу посетить. В ближайшее время я хочу посетить Санкт-Петербург и Москву, потому что там живут, ну, не только поэтому, просто хочу посетить, но ещё там живут мои два любимых братика, двоюродных, и я скоро это сделаю. Последнее место, где я был? Я не поняла этот вопрос, но если это тоже за границей, то я была в Булгарии месяц назад, и если это не за границей, то я была в университете полчаса назад. По кому сходишь с ума? По себе, когда смотрю на себя в зеркало. Когда последний раз целовался? Извините, но я не собираюсь вам рассказывать о своей половой жизни. Когда последний раз оскорбляли тебя? Меня никогда не оскорбляют, потому что такие люди не находятся в моей жизни. Никто не имеет права меня оскорблить. Никто. И я вам тоже советую такой принцип в жизни сделать. Любимая сладость? Любимая сладость? Крем-бруле. Бизе. Орео белый. Бамба красная. Знаете, что такое бамба? Это такой пинац, 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 как называется пинац на русском. Это как чипсы, только они сделаны из арахиса. Бамба называется. Но есть еще красная бамба. Это такая маленькая сладкая арахисовая бамба. Вкусно. На каких инструментах играешь? Я играла на скрипке с 5 лет до 15 лет. Любимое украшение? Все украшения, что я на себе ношу, они мои самые любимые. Ну, я, конечно же, выберу вот эту букву B. Вы знаете, что она означает. Последняя спортивная игра? Последний раз, когда я играла в спортивную игру, это было джудо, когда мне было 8 лет. Или 10 лет. Последняя песня, которую пел? Нет, я не пою, извините меня. Но вы не хотите слышать, как я пою. Любимая пикап-фраза? Я вообще-то леди. У меня нету пикап-фразы, которые я использую. Это следующий вопрос. Я никогда не использую пикап-фразы. Я могу сказать в шутку. Я... Я... Это самая банальная фраза на иврите, но для вас она не будет банальной. Это... Тебе было больно, когда ты упала с рая? Или... Твой папа садовник? Как ты вышла таким цветком? Или... Твой папа террорист? Нет, конечно. Так, как ты вышла такой бомбой? В общем, да, это такие банальные израильские фразы, пикапс, что 12-летние мальчики используют. Первый раз, когда я с кем-то спорила... Эм... Вчера с Баррелом. Если это закончили, 50-й вопрос. Это кто должен делать это? Следующим, и, конечно же, вы. В Ютубе вы видите это от меня. Так что давайте делайте. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, что вам это было интересно. И я рада вас видеть снова, потому что я за вами очень-очень-очень скучаю. Я вас обожаю. И извиняюсь за освещение. Правда, у нас 12 часов или уже час ночи. Утро. Извиняюсь. Я только что пришла с университета. Вот и все. Обожаю вас. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok